И наша выставка условно поделена на четыре пространства, каждое из которых мы маркировали цветом. Но, конечно, цвет означает и тематизацию определенного зала. И тема белого зала, она информационная и она вводная, потому что в ней размещен основной кураторский текст, в ней находится азбука конструктивизма, и в ней находится, как мы условно называем, параллельная история. Подойдя поближе к этой истории, я сейчас не буду к ней передвижаться, потому что она заслуживает и прочитанной персонально. Но я хочу сориентировать вас, что эта параллельная история, она показывает, что в один из трех выделенных нами периодов развития авангарда в архитектуре Перм занимает свое место, потому что в этой истории есть три участника. Это немецкая школа Bauhaus в Дессау, представители которой приезжали к нам на Урал, в частности в Перм. Это советский конструктивизм, который работал в Москве, и это Перм. И мы видим, что когда в Германии, в Москве строится уже архитектурный комплекс в стиле авангард, в Перми строится поселок Мотовильхи. И мы видим, что когда в Германии сворачивается архитектурный авангард, это поздний период, когда осуществляется переход к классическим элементам, в классическом орденной системе, то же самое происходит в Советском Союзе, и то же самое мы наблюдаем в Перми, на территории нынешнего Тихого компресса. То есть параллельная история нам показывает, что история авангарда в Перми, она существовала не сама по себе, а параллельно с мировыми и общесоветскими процессами. А азбука конструктивистской архитектуры, она посвящена элементам, из которых складывается здание. И в этой азбуке мы выделили не все элементы, но те, которые посчитали наиболее существенными. Конечно, уже в годном выступлении мы сказали вам, что нам интересен авангард не только с точки зрения конструкции зданий, то есть с точки зрения того, какая идея породила к жизни эти строения, и как они потом влияли на жизнь людей. То есть у нас возникает социальный опыт, но ничто не отменяет того, что эта архитектура сформировалась как стиль. И зная элементы этого стиля, мы можем в любом городе опознать здание, которое к этому стилю относится. И, собственно, элементы, которые мы выделили, это ленточное остекление, плоская крыша, манипулирование объемами, очень важно. Конструктивисты, архитекторы были равнодушны к принципам симметрии, равновесия, параллелизма. Им важно было, чтобы здание породила функция. Поэтому если функция равнодушна к симметрии, здание будет асимметричным. И мы увидим эту функцию на фасаде. У нас появляется проявление функции в фасаде здания. У нас появляются столбы опоры, что тоже функционально обусловлено. И эта часть экспозиции небольшая, она заслуживает того, чтобы быть прочитанной лично. Потому что мы написали не своими словами, мы использовали здесь слова авторов стиля. Здесь очень много цитат из Моисея Дитбурга, например, человека, который много писал про архитектуру, авангарда. И, конечно, точнее обосновать сущность, функцию вот этих вот азбучных элементов лучше самих авторов никто не может. А сейчас я предлагаю нам с вами прогуляться по другим трём залам, которые всё-таки связаны прежде всего с архитектурой Перми и Перского края. И несмотря на то, что нас вроде вориентирует пространство этого помещения начать с синей комнаты, я предлагаю начать с мотоверихи. Потому что она была просто исторически раньше. Давайте перейдём к разу. Итак, рабочий посёлок Мотоверихи. Конечно, приехав в Мотовериху, мы были поражены тем, как выглядят дома на Мотоверихе, фабрика-кухня, реновированная сегодня, но не потерявшая свои объёмы, а даже эта реновация подчеркнула её объёмы, или дома горсовета, например, или дом специалистов. Мотовериха лично меня совершенно очаровала. И когда мы брали интервью у жителей нынешней Мотоверих и у старожилов, мы обратили внимание на то, что люди, продолжая жить в квартирах, говоря по-пермски, с подселением, мы такого терминологии в Екатеринбурге не пользуемся, для нас это немножко новое. Мы говорим коммуналки, вернее говоря, с подселением. Мы видели, как люди до сих пор радуются тому, что они живут в рабочем посёлке. Они не хотят никуда отсюда уезжать. Они с удовольствием вспоминают прошлый опыт, как они здесь раньше жили, как здесь устраивались отношения, как они взаимодействовали с архитектурой. И нам захотелось в экспозиции передать эту радость жизни. И, конечно, она очень хорошо может быть отражена через ту радость, которую испытывали люди, сталкиваясь с тем, что мир очень сильно меняется. Поэтому у нас экспозиция про мотовелику, она строится не только из фотографий этих зданий, из цитат из интервью, из цитат из документов, из которых можно узнать детали строительства этих зданий. Но и ещё из графики, которую нам любезно предоставила Пермская художественная галерея, и которая отражает эту эпоху индустриализации. Эпоху, когда промышленность стала ведущим механизмом развития общества. И комментируют эти графические работы цитаты из статьи Ханса Майера, с именем которого связана история авангарда в Перми. Хотя Ханс Майер не проектировал рабочий посёлок Мотовелик, тем не менее он занимался изысканиями на территории, где был потом построен район Горький. И Ханс Майер в своей статье очень страстно передаёт свои ощущения от нового мира, который нужно менять. Как Николай Милютин использовал слова Пушкина в качестве эпиграфа к одной из глав своей книги «Судгород», это слова такие «У нас здесь не парад, у нас война». Или Александр Пастернак, представитель конструктивизма, он в своей статье «Урбанист», говорит о том, что стратегические задачи момента – это гигиена, санитария, экономика. Эти люди чётко ощутили задачу эпохи. Строить новое жильё, которое будет частью нового района, задаёщего матрицу нового человека, новые условия для жизни человека. И Мотовелик – это такой рабочий посёлок, выросший возле уже существующего с дореволюционного времени завода, но по-новому выстраивающий человеческий быт. Потому что конструктивист очень хорошо понимает, что нужно так организовать быт человека, чтобы все усилия он мог направить на труд. Нужно создать фабрики кухни, построить ясли, сады, школы, чтобы женщину освободили. Для чего? Чтобы она работала на родне с мужчиной, отправить её на производство. И вот эту вот мобилизующую функцию новой власти конструктивистская архитектура, с точки зрения именно планировочных решений района, выполнила очень хорошо. И у нас прекрасно это может быть проиллюстрировано посёлком Мотовелихе. Здесь у нас на карте представлена схема этого посёлка, схема, на которой мы можем в целом с вами увидеть эти здания. То есть, например, первый квартал рабочего посёлка, он образован трёхэтажными зданиями, второй квартал четырёхэтажными. И инфраструктура, такие как техникум, гостиница заводская, поликлиника, фабрика кухня, она создавала достаточно самодостаточную среду, социальную, экономическую, бытовую, в которой люди комфортно существовали. Конечно, квартиры были коммунальные, но для людей, живших в то время, иметь комнату в квартире, где есть водопровод, например, где печи можно готовить, где есть отопление, это уже было очень высоким уровнем комфорта. И читая очерки того времени, опубликованные в газетах, материалы в газетах, мы сталкиваемся с тем, что люди очень радуются тому, что пер – это уже не глушь, и что прежде всего не глушью стала Мадавиль Мехас, это такой драйвер развития перми, и что в нашу жизнь пришла культура. В частности, материал, который мы нашли в газете «Уральский рабочий», он опубликован в номере, сейчас скажу, в каком, в 1934 год, «Уральский рабочий», «Молотовцы в культурном походе». И мы видим прекрасную иллюстрацию к этой публикации, которая сделана, конечно, на основе фотографии, это рабочий поселок Мадавиль. Прекрасные материалы, которые предоставили нам информации, прежде всего, конечно, Анастасия Мальцева, настоящий сподвижник в реновации Матавиль Хинского поселка, они показывают, как блестяще была организована здесь жизнь. Там было три фонтана, вы представьте, достаточно небольшой участок, в котором три фонтана, они, конечно, символизировали собой новый комфорт, новый уровень быта, новую эстетику. Замечательные фотографии из личного архива одной из наших информантов, Захаровой, которые показывают повседневные практики внутри двора. И, конечно, большое значение имела организация культурной жизни, потому что культура – это организация досуга, через досуг борьба с пороками, как считалось, буржуазного общества, такие, прежде всего, как пьянство, например, или насилие в семье. И культурная практика активно велась в Матавилихе. У нас появляется, например, объявление в Матавилихе, тоже из архива Анастасии Мальцевой, инженерно-технические работники, идите в свой клуб и организуйте свой культурный отдых. И список кружков, куда люди должны были ходить. Говоря о других постройках Матавилихинского района, конечно, особое внимание мы хотим обратить на фабрику кухню. Кстати, из документации по проверке технического состояния этого здания, еще в 30-х годах, то есть прошло только несколько лет после строительства фабрики кухни, это новое здание. Мы уже можем получить сведения о том, что были нарушения в строительстве, что плохо работает оборудование, что некультурно ведут себя посетители фабрики кухни, и что, в общем, задуманная вот эта вот новая советская матрица быта, она пробуксовывала уже в 30-е годы. Эти фотографии из государственного архива, они показывают фабрику кухни, когда она уже стала верным кустарем в 70-е годы. Особо мы остановились на Доме специалистов, потому что если в целом рабочий поселок представляет собой концепцию, скажем так, быта равных, быта для простых рабочих заводов, то Дом специалистов, построенный несколькими годами позже, проектировался для инженерно-технических работников и для руководства завода. И в этом смысле, в частности, в документации, связанной с согласованием проекта, например, написано, предусмотренные проектом перила лестящих клеток заменить более богатыми, потому что это особые люди, или в каждой квартире предусмотреть абажуры. И из почерка Дзюбинского «Люди-пятилетки», где он рассказывает про директора завода имени Молотова Премудрова, описан такой эпизод, когда Премудров спрашивает о том, как работают инженеры его завода и узнает, что один инженер работает очень хорошо, он говорит, а есть ли у него жилье, дали ли ему жилье, на что ему отвечают, нет, не дали. И тогда он говорит, дать квартиру в доме специалистов, проследите, чтобы ему были созданы все условия для работы. То есть инженеры были элитой, очень редкой. Инженером считался человек, который закончил просто техникум, и заводы относились к ним бережно и старались создавать им улучшенные бытовые условия. Заключительной фразой именно про Мотовелиху, не говоря о синьках рабочего поселка, я ничего не скажу о синьках, они заслуживают того, чтобы просто их разглядывать, потому что мы можем видеть на них и генеральный план поселка, мы можем видеть на них фасады зданий, мы можем видеть, в ней они как были спроектированы квартиры, которые выходили на обе стороны, потому что нужно, чтобы квартира была хорошо освещена. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот короткий такой, короткий, скажем так, эпилог экспозиции про Мотовелиху, где присутствует ностальгическая нотка. Вот эту фотографию я сделала во дворе рабочего поселка Майя, и здесь мы видим, что на техническом здании жители воспроизвели в стиле граффити фотографию того, как двор выглядел раньше. И это свидетельствует о том, что жители стремятся к тому, чтобы сохранить дух истории в своем поселке. Фотография детей во дворе этого поселка, и, конечно же, фрагмент из песни Давида Самойлова, который спел нам информант, рассказывавший о том, что такое для него была Мотовелиха раньше, когда он был простым рабочим на заводе. И «Тихий рабочий поселок спит под густой листвой» начинается песня с этих строк. Конечно же, вместе с продолжением прекрасно иллюстрирует это чувство ностальгической утраты того мира, которым являлась Мотовелиха в начале 20 века.